Девушки отдыхают Нет, простите, по-вашему, или все-таки он был? Юноша и девушка с детства росли вместе. И с детства же полюбили друг друга. Поженились они, невзирая на то, что жена приходится мужу родной тетей. Как объяснить матери, что по закону они не являются родственниками? В праздник, значит, эту неделю вдруг появляется еще один сюрприз. Она приводит с собой троих детей от пяти предыдущих ее браков. Анатолий Караваев женился на женщине с ребенком и усыновил его. После этого оказалось, что молодая жена – многодетная мать. Она собрала детей из интернатов и привезла в дом к обманутому мужу. Истец Ирина Николаенко, москвичка, настаивает на признании брака своего сына недействительным. Ответчики Валентина Пермякова, 20 лет, и Дмитрий Николаенко, 17-летний юноша, просят не вмешиваться в их личную жизнь. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я прошу брак моего родного сына и моей родной сестры признать недействительным, так как сын мой является несовершеннолетним мальчиком, которому 17 лет, и более того, является родным племянником моей сестры. То есть, если я вас правильно поняла, ответчик – это ваша родная сестра? Да. Это моя родная сестра. Для меня это явилось полной неожиданностью. Для меня это просто свалилось, как снег на голову. Все произошло втихаря, за моей спиной. Без моего ведома, без моего разрешения. Более того, я еще узнала, что она беременна от моего сына. То есть, я так понимаю, что они подали заявление ЗАГС без разрешения соответствующих органов, то есть, тем самым ввели в заблуждение сотрудников. То есть, без разрешения тебя, да? Нет. Меня? Соответственно. Ты дома когда последний раз была? Знаешь что, милый мой, я по возможности всегда была у вас на связи, помогала вам, чем могла. Работала, вкалывала 24 часа в сутки для того, чтобы, кстати, обеспечить твою жизнь, жизнь моей мамы и моей сестры, на которой ты теперь решил жениться. Не решил, а женился уже. Это мы еще посмотрим. И, между прочим, твой внук скоро появится на свет. Нет. Не забывай об этом, пожалуйста. У меня нет внуков и не будет. По крайней мере, от этой распутной девки. Эй, ты! Истец, истец, пожалуйста. Они не могут ничего друг другу дать хорошего, так, как мой сын. Подождите, истец, у нас браки не признаются недействительным, если мама считает, что муж и жена не могут друг другу дать ничего хорошего. Вы понимаете... Вы считаете, что необходимо признать брак недействительным? Почему? Потому что это близкие родственники, то есть существует кровная связь. достаточно близкая, с вашей точки зрения. Или вы считаете, что ответчики вступили в брак, нарушив действующего законодательства, не получив ваше разрешение или разрешение органов местного самоуправления? Скажите мне, пожалуйста. Самое ужасное, потому что я считаю, что это инцест, это кровосмешение. То есть вы считаете, что необходимо признать брак недействительным, поскольку в брак вступили близкие кровные родственники? Я правильно вас понимаю? Через судебного приступа, пожалуйста, свидетельство о заключении брака. Будьте добры. Так, пожалуйста, ответчики, я вас слушаю. Ну, я категорически против того, чтобы признавать наш брак недействительным, потому что, ну, да, Дима является мне племянником. Но, Ваша честь, понимаете, мы с детства росли с ним в одном доме, в доме моей мамы, ну, Диминой бабушки, росли. И у нас уже с детства, ну, было кое-какое влечение. Ну, что плохого в том, что это влечение потом переросло в настоящее чувство. Ну, никто же не виноват, что мы полюбили друг друга. Я люблю его, и он меня любит. Ну, сердцу же не прикажешь, Ваша честь. А моя сестра, ну, ее никогда не было. Она, да, она помогала деньгами, я не спорю, но она ни за Димой никогда не следила, ни со мной вообще практически не разговаривала никогда. Что не так? Стоишь, головой киваешь. Нет, не так. Так. И Ваша честь. Простите, пожалуйста, Отечественник, я никак не могу понять, как поведение вашей сестры повлияло на то, что вы вступили в брак. Как вы связываете это между собой? Объясните мне. Тут я не говорю о том, что ее поведение повлияло. Нет, ну, с одной стороны, оно повлияло. Мы же всю жизнь, мы с детства с ним вместе жили. Она жалуется на то, что ей никто ничего не сказал, она ничего не знает. Вот у нас есть свидетельство о заключении брака. Вот это и просят признать недействительным. Нет, но оно... Она беременна. Ну, я... Подожди. Мне-то есть уже... Мне уже 20 лет. Я совершеннолетняя. Я беременная. И мы пришли в ЗАГС, нам разрешили подать заявление, и нас расписали. Вы совместно проживаете с друг другом? Да. Ведете общее домашнее хозяйство? У вас единый совместный бюджет? У них его вообще нет никакого бюджета. Вы что? Бюджета нет. Он не работает даже. Помалу только закончил бюджет. Можно мне сказать? Бюджет. Бюджет мой. Я также считаю, что то, что просит сделать моя мать, именно расторгнуть наш брак, это... Не стоит этого делать. Не расторгнуть. Признать его недействительным. Признать недействительным, да, извините. Я вообще в этой ситуации, мне сложнее всех, потому что с одной стороны оказалась моя мать, которую я, конечно, люблю и уважаю, а с другой стороны... Моя жена. Пусть она даже является моей родной тетей. Вот. И я не вижу ничего страшного в разнице в три года, которые у нас присутствуют, и в том, что мы с ней родственники. Да, мы росли вместе, очень много чего случилось, и я надеюсь, что через некоторое время моя мать сможет простить мне данный поступок. Сынок, да ты подумай, кто сродиться-то может, дебил? Ты посмотри на своего сына. Ты не каркай, дебил. В общем, у нас есть... На себя давно в зеркало смотрела, дебил. Со мной все в порядке. Можно свидетеля позвать и... Подождите, который что, свидетель? Будет мне еще раз, третий раз рассказывать, что Исса не было дома? Нет, это моя бабушка, она... Нет, еще раз, придет свидетель, который будет мне в третий раз рассказывать, что Исса не было дома? Это свидетель? Ваша честь, но моя мама также может сообщить информацию о том, что, возможно, это и не совсем родная моя сестра. О, новость. Поглядите на них. Что вы еще, какую сказку придумаете? Давай мы сначала маму позовем, а потом узнаем. Не надо здесь цирку устраивать. Пожалуйста, ответчик, без металла в голосе. Я вас очень прошу. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей-ответчиков. Свидетели-ответчиков, пройдите. Здравствуйте. Светлана Викторовна, ваша честь, я против того, чтобы они развелись. Их туда же. Они любят друг друга, пусть живут у меня. У меня второй ребенок родился поздно, в 50 лет. Я и не думала, не гадала, что у меня будут дети. Я думала, у меня какая-то опухоль. Побежала в женскую консультацию. Ба, я беременна. Ну, родилась Валечка. Через три года моя старшая дочь родила сыну, Димку. Ну, значит, что? Ирина, конечно, подкинула Димку мне. Ну, говорит, что, какая разница в себе с ней, с одним или с двумя? А сама занималась своими заботами, своей карьерой. Нет, это я все слышала уже. Я слышала, что из-за никогда не было дома. Я все это поняла уже с первого раза. Ну, поверьте мне. Вы знаете, они, маленькие дети, вначале были, ну, детьми. Дружили, играли, спали в одной постельке. А потом, когда выросли, понимаете, уже я заметила, что у них нездоровый интерес друг к другу, нездоровое влечение. Вы знаете, они даже писки друг другу показывали. Бам, ты вообще, ты что несешь-то? Мам. Ты вообще с головой все в порядке. Ирочка, ну я правду говорю. Просите, пожалуйста. Ирочка, ты сама виновата. Я тебе сколько раз говорила. Я виновата. Да подождите. Забери Димку. Забери Димку. Подождите. Мы же не о вине сейчас истца говорим. Да что, мы говорим о том, что могут ли ответчики при этой степени кровного родства состоять в браке? Могут. Вы знаете, я где-то читала, что когда коренные родственники такие, родственники по крови, то никаких влечений не может быть. Это кровные называется. Кровные родственники, да, извините. Не коренные, а кровные. Когда кровные родственники, то никаких влечений не бывает. Вы понимаете? Я вот читала где-то. И что? Хорошо, вы прочитали, и что? Ну и... Ну, про 71-й год, то, что ты говорила. Про что, простите? Меня страшит 71-й год, я меня уже страшит начинаю. Мне кажется, все-таки вот мои Ирка и Валька, это все-таки не брат с сестрой. Здравствуйте, приехали, сплошные новости. Мам, ты вообще... А вы знаете, по-моему, у меня в 71-м году был небольшой роман. И вообще Ирка, мне кажется, от него... Нет, простите, по-вашему, или все-таки он был? Ну, вообще-то был. Был, да. Был небольшой роман. Замечательно. И Ирка, мне кажется, от него, вот с кем я встречалась. Ваш муж где, скажите? Ну, я с ним развелась. А вы разошли? Да. А как вы думаете, ваш бывший муж подозревал о вашем романе в 71-м году? Как вы считаете? Ну, вы знаете, ну, конечно, нет, не подозревал. Я думаю, что он не подозревал. Ну, это же... Это же было небольшое влечение, вы понимаете. Ну, как? То есть вы склонны предположить, что истец и ответчик являются у нас единоутробными, то есть они от одной мамы, но от разных пап. Я правильно понимаю? Ну, конечно, да, я так думаю. Что с вашей точки зрения исключает достаточно близкое родство. Да? Ну, новостачи, это... Я думаю, что все-таки они не сестры. Это не доказано. Я так думаю. Это твои дома. Простите. Вот это с Валькой не сестры. Они от разных отцов. Я вслед за вашей дочерью готовлю. Но мама-то у них одна. Но мама одна. Но мама одна. Поэтому мы сестры все-таки. Так. Единоутробно это называется. Так. Суд удаляется для принятия решений. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования сца, возражения ответчиков по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ответчиков и рассмотрев все представленные документы, в иске о признании брака несовершеннолетнего сына истицы с его тетей суд считает необходимым отказать. Суд не признает данный брак недействительный на том основании, что он заключен между родственниками, потому что закон запрещает заключение брака между близкими родственниками, то есть родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии. Например, родители и дети, например, дети и дедушки, дедушки, бабушки и внуки, полнородными и неполнородными, то есть имеющими общих отца или мать, братьями и сестрами. Данная категория в понимании близких родственников у нас установлена в статье 14 Семейного кодекса Российской Федерации. Родство более отдаленных степеней, то есть тети и племянника, по закону не является препятствием заключению брака. То есть закон считает, что тетя и племянник – это более отдаленная степень родства, и она не относится в данный случай ни по прямой восходящей или нисходящей линии. Понятно, естественно? Да. Суд отказывает в иске также и по тому основанию, что брак с несовершеннолетним был заключен без разрешения органов местного самоправления, потому что судом установлено, что супругами фактически создана семья. Супруга несовершеннолетнего мужа беременна, сам несовершеннолетний не согласен на признание брака недействительным, а закон требует, что в данном случае должно быть согласие самого несовершеннолетнего супруга на признание такого брака недействительным в соответствии с правилами части 2 статьи 13 и части 2 статьи 29 Семейного кодекса Российской Федерации. То есть в данном случае, истец, у вас была единственная возможность говорить о том, что нарушен порядок регистрации брака и между вашей сестрой и вашим сыном нет семьи, что она не создана семья, что, естественно, достаточно тяжело было доказать, поскольку ожидается ребенок. Но это странно, когда нет семьи, а ребенок есть, конечно, все бывает, но так, по крайней мере, так бы это выглядело. Поэтому не то родство, по которому закон ограничивает вступление в брак. И поверьте мне, что если бы такое родство было установлено, просто не приняли бы заявление о регистрации брака. И второе, в данной ситуации, да, отсутствует разрешение органов местного самоуправления, но если суд убеждается в том, что создана семья, это в том числе и подтверждает свидетель, то основание для признания этого брака в связи с нарушением именно вот этого правила, получения разрешения, оно не является столь существенным, поскольку суд всегда исходит из интересов созданной семьи. И третье, это то, что отсутствует согласие несовершеннолетнего супруга на признание брака недействительное. Оно по закону является обязательным. Истинцы ответчики, суд огласил свое решение и благодарит свидетелей за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Ну все, сестры для меня больше нет, ее не существует, а сына я все-таки разлучу. Это не его жизнь. Я люблю Валю давно, хочу и буду с ней жить. Ну, мы будем жить счастливо и растить нашего ребенка. Далее в программе. Это праздник. Значит, эту неделю вдруг появляется еще один сюрприз. Она приводит с собой троих детей от пяти предыдущих ее браков. Анатолий Караваев женился на женщине с ребенком и усыновил его. После этого оказалось, что молодая жена – многодетная мать. Она собрала детей из интернатов и привезла в дом к обманутому мужу. Истец Ирина Караваева приехала из Петербурга. Защищает интересы своего брата-инвалида, которого бывшая жена выгоняет из собственной квартиры. Отвечек Жанна Караваева никак не может обрести надежный тыл для своих четверых детей. Вы представляете интересы несовершеннолетнего или кого? Нет, брата своего. А брат, у вас есть доверенность на представление интересов? Да, все документы нет. Через судебный пристав. Передайте, пожалуйста. Так, пожалуйста, я вас слушаю. Полгода назад брат женился на этой даме. Купился, так сказать, на ее сюрприз, что она будто бы от него беременная. Он на ней женился, расписались они. На следующий день после росписи она приводит своего четырехлетнего сына Васю, еще неизвестно от кого. И мой сердобольный брат прописывает его тоже в своей квартире. Мало этого, он еще его и усыновил. А неделю спустя, прожив, значит, эту неделю вдруг появляется еще один сюрприз. Она приводит с собой троих детей от пяти предыдущих ее браков. Ошарашенный брат, увидев этих малюток, жалостливо прописывает и их в своей квартире. А я забыла сказать, что квартира находится не где-нибудь, а, во-первых, трехкомнатная, и так называемом золотом треугольнике Петербурга. Очень хорошая квартира. Брат звонит мне и совсем ошарашенно сообщает, что ему так жалко этих малюток, и что если он их не пропишет, она их обратно рассует по интернатам, из которых она их и привезла. Через месяц Жанна, сосавшись на то, что она себя уже плохо чувствует, что ей нужно лечь на сохранение, она ложится в больницу, а весь свой детский сад оставляет на моего брата, который и так слаб здоровьем, он еще с детства болел постоянно, и такие нагрузки просто не в состоянии выдерживать. Эти дети, это не дети, а торнадо какой-то. Вот этот младший сын Вася, играя в прятки, залез в полку на кухне, причем каким-то образом умудрился залезть на верхнюю полку, и когда мой брат резал под этой полкой на разделочном столе огурцы, этот Вася вместе с полкой рухнул прямо на брата. Слава богу, что он ему шею не сломал, но шейный отдел позвоночника был сильно поврежден. Брат попал в больницу, два дня лежал в коме, три месяца провалялся в больнице и полгода ходил с гипсом на шее, вот с этим воротником. И вот я прошу, чтобы... А усыновление в отношении одного ребенка было? Да, усыновлен был только Вася. Только один ребенок. Один. В данной ситуации брак между супругами расторгнут, и ответчик превратился в бывшего члена семьи. И поскольку она является бывшим членом семьи, то собственник вправе ставить вопрос о прекращении права пользования, снятия регистрационного учета и выселении бывшего члена семьи без предоставления иного другого жилого помещения. Правильно вас? Да, да, да. Правильно. Так, мне, пожалуйста, документы на квартиру, копии финансово-лицевого счета и выписку из домовой книги через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Так, пожалуйста, Отвечка, я вас слушаю. Ваша члена, дело в том, что никуда я выписываться не буду. Меня уже хотели лишить материнских прав. Не потому, что я плохая мать, а потому, что мне негде девать детей, мне негде жить. Там, где я жила раньше, это деревня Клюева, 500 километров от Петербурга, там живет мой муж-пьяница бывший. Я не могу туда обратно ехать. Поэтому сейчас в данной ситуации мы опять с моим бывшим мужем, с теперешним Толиком, идем в ЗАГС, мы опять подаем заявление, мы опять будем жить вместе, и, в общем-то, я выписываться не собираюсь. Вот сейчас в данной ситуации я оплачиваю всю коммуналку, все это на мне. Здесь вот... Отвечка, вы можете, конечно, пойти в ЗАГС, вы можете даже ссылаться на это обстоятельство, что вы... Но я не проверить это не могу, и это не имеет существенного значения для дела. Вот сейчас, на текущую дату, вы бывший член семьи. Но, видите, он даже сюда не пришел, потому что он не хочет, она все делает его. Он пришел сюда, не поедет, потому что он не может, он вожащий. Ты плохо себя чувствовал, ты специально вынудила его, ты вынудила его, чтобы он со мной развелся. Отвечка, отвечка, отвечка. Мы прекрасно жили ваше честь. Если бы ваш бывший супруг захотел, он мог бы прекратить действие доверенности и прийти сюда сам. Он же не прекратил действие доверенности. Мы скоро распишемся, мы до вас это можем донести как-то. Что-что? Мы до вас это можем как-то донести. Что донести? То, что мы расписались, что мы опять... Нет, а где у вас регистрация брака? Нет, она в будущем мечтает. Сейчас мы идем. На следующей неделе расписываться. Отвечек, ну, замечательно. Я рада за вас. Ждите. Но на сегодняшний день у вас брак расторгнут? Да. Значит, мы должны исходить из этого? Ну, сын-то мой усыновлен Вася. Согласна. И до совершеннолетия он оттуда не выпишется. Ваша честь, ну, куда мне детей-то своих девать? Раньше надо было думать. Да какое твое дело, дева старая? Тебе просто завидно. Тебе завидно просто. Отвечек, ответчик, ответчик, ответчик. Они даже не родные с ним. Только отцу. Этого мало, да? Сын усыновлен, да? Ребенок усыновлен. Следовательно, ваш брат, он является юридическим отцом этого ребенка. Что возлагает на него не только соответствующие права в отношении ребенка, но и соответствующие обязанности. Так, органами опеки и попечительства в материалы дела было представлено заключение, в котором органы опеки и попечительства, обследовав жилищные условия, я просто довожу до вашего сведения, потому что, судя по всему, вы не знакомились просто с этим заключением, а не обследовав соответствующее жилищное помещение, учитывая, что у ответчика нет иного постоянного места жительства и нет иного постоянного места жительства у ее детей, равно как у ответчика лишена возможности зарегистрировав своих детей даже временно, кроме как исключительно путем передачи их в приют, то органы опеки и попечительства рекомендуют суду сохранить право пользования ответчика и всех ее детей до достижения самым младшим ребенком совершеннолетия. Вот заключение, которое дали органы опеки. Расскажите, пожалуйста, ответчик, у вас с вашим бывшим супругом общий ребенок-то родился или нет? Нет, я потеряла его. Будьте добры, пожалуйста, значит, мне все свидетельства о рождении ваших детей через судебного приспособа. Передайте, пожалуйста. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать! Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и приобщив к материалам дела заключение органов опеки и попечительства по существу заявленных исковых требований, исковые требования о прекращении права пользования, о выселении из квартиры, снятии с регистрационного учета по месту жительства несовершеннолетних детей ответчика. Суд считает необходимым заявленные исковые требования удовлетворить частично. И выносит следующее решение. Иск, предъявленный в отношении бывшей жены, матери, ребенка, в отношении которого было произведено усыновление, сохранить право пользования до достижения этим ребенком своего совершеннолетия. Сохранить за старшими детьми ответчицы право пользования до достижения каждым из них совершеннолетия. До достижения сыном истца, то есть то, что брат вас усыновил, вашего ребенка, совершеннолетия, право пользования его матери в квартире истца прекратить, ответчицу из квартиры выселить и снять с регистрационного учета. То есть в этой ситуации суд дает так называемую отсрочку, с учетом того, что ребенок был усыновлен и ваш брат является юридическим отцом данного ребенка. Сейчас сколько ребенку лет? Четыре года. Четыре года. До совершеннолетия. До восемнадцати лет. В данной ситуации, естественно, суд вынужден будет и сохранить право пользования указанным жилым помещением и за всеми остальными несовершеннолетними детьми, но до достижения усыновленным своего совершеннолетия. То есть как только усыновленный ребенок достигнет восемнадцати лет, ваше право пользования и право пользования каждого из ваших последующих детей должно быть прекращено. А я буду выписана сейчас, да? Сейчас нет. Сейчас как бы у вас и регистрация сохранится за вами и вашими детьми. Если бы ваш ребенок не был усыновлен вашим бывшим супругом, вся ситуация рассматривалась по-подругому. Но поскольку он юридически является сейчас отцом этого ребенка и несет обязанности по содержанию этого ребенка, это не просто материальное обеспечение ребенка, но и в том числе обеспечение ребенка жилой площадью. Это тоже одна из обязанностей родителей. Но с учетом того, что ответчик является многодетной мамой на сегодняшний день, и брак у нее расторгнут, она является многодетной мамой одинокой у нас. То есть, естественно, государство повышает в определенной степени гарантии для такого рода мам. Поэтому органы опеки и попечительства и суд здесь с ними склонен согласиться, сохраняют регистрационный учет, право пользования данной квартиры до достижения усыновленным ребенком своего совершеннолетия. Ответчик. Через 14 лет ваше право пользования вашего ребенка и всех остальных детей автоматически будет прекращено. Вы будете сняты с регистрационного учета и выписаны из данной квартиры. Простите, сняты с регистрационного учета и у вас прекратится право пользования данной квартирой. Это, безусловно, возлагает на вас. Это не порождает никаких прав собственности. Я еще раз прошу обратить внимание. Это только право пользования данной квартиры. Это возлагает на вас. Поскольку сейчас вы находитесь в разводе, то вы обязаны полностью оплачивать все коммунальные платежи, нести все капитационные расходы за вас и за детей. Понятно, ответчик? Все ясно. Истец? Все понятно, мальчик. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Исковые требования удовлетворить частично. Не знаю, как мне быть. У меня оформлен патронат над моим братом. А его бывший не пускает к нему в квартиру. Будут решать этот вопрос дальше. Пусть успокоится патронашка-монашка. Нарожай еще десятерых, пропишу всех. И со своим проблемами мы разберемся сами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА